привет друзья подписчики моего канала просто зрители сегодня хочу показать вам еще несколько рецептов вот поймал сазунов видели видео да и закладывал их варьи нашел вот такую рыбку у себя это прошлогодние кита осенние пролежавший год видите так на рыбку тощу принципе ничего и можно ее приготовить и давайте с ней предлагаю хочу поговорим еще парочку рецептов что можно сделать из этой рыбки рыбка не маленькая как вода видите и за раз видеть и приготовим из нее три разных рецепта но все на на углях сделаем шашлык обыкновенный классический в таком вкусном маринаде медово-соево горчичном мне очень нравится потом сделаю маленькие шашлычки на шпажках в тайском стиле ну и классика стейки из лосося на углях приготовим вот будет три рецепта если начало у это с мы уже смотрели можно перемотать пару минут я вставлю в три ролика вот этот кусок чтобы не записывать по 20 раз одно и то же но рецепты будут разные это будет три разных видео смотрите кому интересно подписывайтесь чтобы не пропустить начнем сейчас я его разделываю на куски и чтоб не затягивать видео выключу камеру разделу и потом вернусь к ней и мы продолжим ну вот в такой рыбке большой получилось у меня два таких куска филихи сейчас я предлагаю вам покажу как я буду их разделывать не знаю знаете вы или нет но вроде рыба одна но разные части рыбы по вкусу будут отличаться вот на стейке на возьму вот эти вот головные части два куска вот этих вот хороших где-то вот так вот мы хотели сейчас будет один стоять видишь и толстый хороший кусок и второй сейчас отрежь и рыбка маленько разваливается но в год пролежала что хотите вот у нас есть два хороших куска рыбы которые мы будем запекать на углях на гриле сделаем придем на дальше сделаем и для них маринад на травах ароматные будем готовить то есть дальше вот эта часть до хвоста пойдет у нас на шашлычок режем вот на такие куски вот эта часть пойдет на шашлычки шпажках по-тайски вот эта рыбка пойдет на шашлык на рыбный а вот это пойдет на шашлычки на шашлычки рыбку можно сделать следующее взять вот так разрезать снять нет или на шкурка здесь не нужна один кусок шашлык подходы ну вот все рыбка разделана теперь будем я доказывать но это уже будет следующее как же как же вид руки мы следующий ролик хорошо смотрите что будем делать дальше начнем со шучков по тайски это она понадобится чесночок кусочек имбиря небольшой острый перчик чили если какой не потянете возьмите по послабше цедра лимона устричный соус соевый соус сахар рыба но пожалуй все еще сложного там нет давайте попробуем делать я заведем соус наливаем в тарелочку мисочку куда угодно там не тут важно 3 4 столовые ложки соевого соуса до вкуса устричного ложку затем того ложку сахара размешиваем все это дело солить солить не будем соли и достаточно которая есть в соевом соусе это больше теперь возьмем кусочек имбиря на трем на терочке запах ушел если же можно потереть на этой терочке два зубчика чесночка чеснок можно раздавить можно покрошить ножом суть важно не принципиально кидаем все это дело сюда ароматная очень вкусно теперь берем примерно все в равных частях чеснок имбирь и цедра лимона ну и конечно же чили куда без него меленько если вы порежем семена не добавляйте и когда будет более-менее терпимо это очень вот такая штука будет жестковато жарковато смотрите что получилось какой обалденный ароматный маринад наших шашлычков дальше нам нужно взять полоски рыбки без шкур без кожи без кожи и режем вот такие кубики это тоже большой надо разрезать еще вот такие кубики 2 на 2 сантиметра и кидаем маринад это дело размешиваем и оставляем часа на полтора-два но как раз пока доберусь до дачи до углей она все делает а промаринуется и будет отлично ни в коем случае не лейте сюда лимонный сок или какую-то любую другую кислоту рыба у вас начнет вариться до того как вы доберетесь до углей с ней нельзя это ошибка нельзя добавлять кислоту над этим этапе на для маринования сахар соль соевый соус это часть готова у нас оставляем сейчас будем готовить следующее блюдо но это будет следующего наши шашлычки по-тайски маринаде ки провели уже на пару часиков тоже прошло теперь надо сделать следующее нам понадобится тукини маленький и вот на дачах побежал сорвал его такая штуковина которая режет вот такими полосками вот это нам не надо надо пошире полоски нарезаем молодой тукини и добавляем сюда этот маринад съемки нам не нужны с него сколько за шкурка она тоненькая можно кушать конечно готова баночка маленькая но есть выход это нам понадобится обычный полиэтиленовый пакетик выкладываем все это дело в него сукини порезанный полоску вот на такие слайсы и рыбку с маринадом туда все в пакет перемешиваем вот видите все маринад везде попадает сейчас это все дело ухты пакет порвался постоит немного про маринуется это как подойдет гриль она все будет готова и мы к ним вернемся пока оставляем в сторону я ну а пока тут стейки доходят предлагаю заняться шашлычков по-тайски остренький вкусный смотрите что делаем сашлычков берем шпажки бамбуковый замоченный предварительно в воде и нанизывай кусочек рыбки потом берем слайс кабачка одеваем его сюда следующий кусок рыбки потом одеваем опять кабачок опять кусок рыбы и дальше пошли вы чувствуешь и весь зоопарку собрался собаки не умолкает зараза одели кабачок перевернули кусочек рыбки можно чередовать разные стороны чтобы было посимпатичнее это уже на ваше усмотрение так все закрыли рыбкой вот такой шашлычок аппетитно уже выглядит и так дальше со всеми делаем ту же самую операцию готова ну и так далее короче понятно ну вот уже пришло время наших шашлычков остренькие будут накладываем их на решеточку поправим вот так перцом короче отлично получается сейчас у народ пробует стейки казарина очень вкусно сахар сделал свое вело в стейках и отличная вещь получать такого нажали шашлычки пока по-тайски выкладываем жар хороший ну вот друзья шашлычки практически готовы зарумянились запаху стоит просто сумасшедший видите гриль хоть и простенький дешевенький но справился на отлично со своей задачей рыбка получилось а вообще у лед таки часто с дербанили даже не успели пикнуть они бедные но все кому понравился мой рецепт ставьте пальцы вверх кому не понравится пальцы вниз не забывайте подписаться на канал и самое главное смотрите свои комментарии потому что непонятно как я на отвечу все всем до встречи всем пока и кстати если кому-то нужен такой гриль ссылочка будет в описании на него где можно его купить не за очень даже не задорого но все всем пока до встречи